Расскажите, пожалуйста, о предстоящей программе. Называется она, как мы знаем уже, да будет свет, а что будет включать, и как вот... И почему так важен свет? Мы постарались включить самую разнообразную музыку. Конечно, Илган Себастьян Бах. Будет интересная музыка итальянского композитора Марко Энрико Босси, римские зарисовки, очень колоритные живописные пьесы. Будет французская музыка, Юлия будет петь, я буду играть в том числе эту пьесу «Фиат Люкс» «Да будет свет», которая дала название всей программе. Дело в том, что вы знаете, какие непростые времена мы сейчас переживаем, и вот мы считаем, что искусство, музыка должны нести в жизнь свет, должны объединять людей, как-то вселять радость, надежду. И поэтому вот мы взяли такой эпиграф к нашей программе «Да будет свет», и, конечно, соответствующее произведение будет звучать в программе. — Позвольте немного о себе. У тебя учились и как у вас? Я окончила Киевскую консерваторию имени Чайковского, училась по классу знаменитого профессора Арсения Котляревского, у которого, в свою очередь, питерская школа, он учился у знаменитого Брауда. Стажировалась в Германии, Чехии, Словакии. Стажировалась у Леонида Исаковича Ройзмана в Москве, и очень ему благодарна, потому что очень много взяла от него. Ну, гастролирую практически по всей Европе, вот по... — Доехали за вас? — Ну, да. — Скажите, пожалуйста, какие у вас любимые композиторы, может быть, кого-то выделяете? — Ну, конечно, Бах — самый любимый композитор, но мы сегодня привезли такую не очень часто исполняемую музыку, вот, в частности, музыка Босси, музыка Сюита Барокко, тоже её не так часто играют. И вообще, любимая музыка та, которую играешь в данный момент. Ну, и стараешься, конечно, выбирать музыку, чтобы она и себя, ну, меня строгала, и, конечно, всегда думаешь, какое она влияние окажет на слушателей, в общем, чтобы программы постоянно обновлялись, чтобы было много разной музыки, много новых имён. Мне бы так... Я так вижу свою концертную деятельность. — Эволюция органов сейчас какая? Вы были, то есть учились у тех, кто учился в Западной Европе, и сейчас, то есть куда дальше развивается? Что, Бахрица — это величина, а что дальше? Вы знаете, сейчас очень много пишут современной музыки, где используют различные технические приёмы, находки, стараются вообще говорить новым языком на органе. Но всё-таки получается так, что всё равно после самых смелых экспериментов возвращаются к Баху, возвращаются к романтической музыке, потому что музыка — это прежде всего состояние души. И её нужно наполнить добром, любовью, гармонией. А вот когда такая современная музыка, построенная на жёстких ритмах, интонациях, красках, она очень интересна, но, наверное, её слушатель в далёком будущем. А пока вот мы хотим другого. — Я хочу такой вопрос. Я знаю, чуть-чуть коснусь тематике вашей рульной. Шестакович создавал свою симфонию, я думаю, он ещё и спасал себя в чём-то, то есть сохранял себя как человека. Когда там бывает на душе тревожно, какая больше всего музыка, вы что напеваете, извините, или какая мелодия приходит. Вот что наиболее, или какое творчество наиболее, не знаю, помогает оставаться людьми? Вы знаете, в разные моменты по разному. Был такой момент, когда я, ну, конкретно, попала под обстрел, и я удивилась, в общем, все как-то бежали, спешили, а я чувствую, я не могу сдвинуться с места. Но у меня не было ни страха, ничего. И вот звучала музыка, ну, если я успею, я сыграю в этой программе, современный композитор немецкий, Михаил Шуц. Он пишет в такой, ну, современной манере, использует джазовые ритмы, но и такую музыку романтическую. И вот в этом грохоте у меня звучит эта музыка, она очень тихая, построенная на великолепной мелодии, называется комьюнити, как понимаю, причастие. И вот эта тишайшая музыка мне звучала, когда я вот в такой среде этого грохота стояла. Ну, это была такая экстремальная ситуация, а так, в принципе, по настроению. И, конечно, вот и бах, такатар и минор, и так ее, как бы, она переживает ренессанс, потому что на каждом концерте люди подходят и просят, сыграйте баха, сыграйте этот акад. Вот в Малаканской филармонии у вас тоже есть органы. Это, наверное, родной для вас инструмент. Да. Расскажите немного о нем. Великолепный орган, очень солидной фирмы, Александр Шуки. Но, в отличие от этого органа, он чисто механический. И, к сожалению, у него нет вот таких удобных компьютерных технологий. Но он великолепный. Там настолько качественные регистры, настолько качественные голоса, что вот, ну, трудно даже сравнить с каким-то другим органом. И он идеально подходит для музыки барокко, для старинной музыки, хотя тоже мы играем самую разнообразную музыку на нем. Скажите, пожалуйста, о своем музыке что-то еще нравится? Может быть, стихи? Конечно. Вообще, вот вся область искусства. Живопись, музыка, стихи, поэзия. И, конечно, вот сейчас, по крайней мере, у нас на родине, люди очень сильно потянулись к Богу. Ну, а что такое церковь? Это вообще квинтэссенция всех видов искусства. И вот, конечно, вот это наша духовная среда, мы в этом живем. И, знаете, органная музыка там уже не звучит, в церкви? Да, это в католической церкви. Но я имею в виду, вы заговорили вообще о всех видах искусства. И церковь, любая церковь, это... Извините, вас стали больше слушать? Больше приходить в Луганский? Вы знаете, мне кажется, да. Большой зал и полный буквально. Мы были удивлены, после такого жесткого лета, постепенно люди начали возвращаться домой, в свой родной город, и у нас просто нет свободных мест на каждом концерте. Наверное, после того страха, того стресса, который люди испытали, хочется отвлечься. И музыка, это как ничто другое, помогает в этом начинке. И еще один вопрос к вам. Сегодня, я так понимаю, будете петь отрывки из пьесы, да? Какие у вас образы? Что вы будете передавать? Сегодня из вокального репертуара, это будут арии старинных композиторов, Генделя, арии из оперы Генделя, Пёрсела. Также мы современное произведение, одно взяли, необычное, его нечасто исполняют, из Ричарда Качианте, Нотр-Дам-де-Пари, мюзикл есть такой. Молитва, Ава-Мария, мы решили такой эксперимент сделать с органом это произведение. Вот что-то объединяет? Вот как раз песня, которую вы будете петь, какая-нибудь, какую-нибудь, 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 какую-нибудь. Ну, орган для меня вообще очень возвышенный инструмент. Он очень созвучен голосом, с ним очень удобно петь. И вся музыка, которая исполняется на этом инструменте, или когда он аккомпанирует, или когда сольно, она вся возвышенная, она вся интеллектуальная, если хотите. Сколько времени займет сегодняшняя программа, скажите, пожалуйста? Ну, час двадцать. Час двадцать.